Долина фараонов Сэр Ричард Входи, Набиль Мы нашли вход с северной стороны Ты уверен? Это же замечательно, мой мальчик Это потрясающая новость Ты нашел его имя? Имени нет Понятно Хорошо Надо сообщить остальным Вот они, сокровища Майя Твой полковник Уэмбли должен быть доволен Мы доказали, что он не зря вложил свои деньги Не делайте поспешных выводов, джентльмены Набиль говорит Там не написано, кому принадлежит эта гробница Причем здесь имя Главное, чем он влазил при жизни И сколько это сейчас стоит Нет, мистер Янг Для древних сущность человека заключена в его имени Если имени нет на входе в гробницу Значит, человек не попадет в загробный мир Даже самые лучшие люди со мной оказываются в аду Ада нет Есть мимбытие Набиль, пойдешь с нами? Незель, незель, незель Возможно, я убираюсь Ладно, за счет Я не могу идти, я застрял Без паники, Парсонс Дышите носом И выдыхайте через задницу Неостроумно, мистер Янг Гробница находится за этой стеной Удивительно Вход запечатан Никаких проломов Гробница не разграблена? Похоже, что нет Нам повезло Нет, не повезло Это ведь страшно Проклятие мумии Ну, конечно, проклятие А какая гробница знатного человека Не была защищена заклятием? Что здесь написано? Слушайте Все ныне живущие Вы, кто наслаждаетесь жизнью и существованием Остерегайте с этого места Покинутого всем, что правят нам Я был проклят В храме истинное Я уничтожал невинных Я смешивал удовольствие С ужасом И явное отсутствие собственного достоинства Если он окажется богачом, мы простим ему этот недостаток Вашему другу понравился этот древний чушь По-английски, Сабуни, то жвачки больше не получишь Мы знаем имя Талос Немая? Очевидно, нет А кто это такой? Он был знатным? Да Он был знатным Нам лучше вернуться Сокровища мы здесь не найдем Я не собираюсь с вами спорить, Теркал Мы глотали песок целых 9 месяцев Вы нарушаете обязательства Я пробью эту стену до начала рассвета А вы можете стоять рядом и разделить славу Или вы прочтете об этом в английской тюремной камере Решайте сами Сэр Ричард Когда он пройдет туда Я буду вынужден находиться рядом Но вы не обязаны Я заклинаю вас Возвращайтесь в Лондон Я заклинаю вас Чтобы упустить такой шанс Да ни за что на свете Как бы потом Вы не пожалели Я сплюсь Я заклинаю вас Я заклинаю вас Я заклинаю вас Девушки отдыхают Мы археологи, а не грабители Поосторожнее Как скажете, сэр Ричард Надеюсь, нас запомнят лучше, чем парни из этой комнаты Подождите Что это за дьявольщина? Похоже на парфетра Невероятно Скорее Уходим отсюда Сэр Ричард О боже Что же происходит? Помогите Поднимите меня Вытащите меня отсюда Вытаскивайте меня, мерзавцы Нет Нет Прощай, мой друг Муралия Следок Продакшн Представляют Джейсон Скотт Ли Луис Ломбард Бринц Египта В ролях Шон Перви Элизавет Энтони Майкл Лернер Джек Девенпорт И другие А также Кристофер Ли В роли сэра Ричарда Теркела И Шелли Дюваль Композитор Стефана Мейнетти Стефана Мейнетти Оператор Габриэль Берристайн Оператор Габриэль Берристайн Авторы сценария Кит Уильямс Джон Эспозита И Рассел Малкехи Режиссер Рассел Малкехи Привет, как дела? Экспедиция КВ-6 Время нынешней Раскопки гробницы Талоса С возвращением, старина Я ведь тогда собирался помогать ему в раскопках Но проклятая рана на войне спутала все мои планы Судьба дает вам второй шанс? На этот раз весь мир узнает об открытии твоего деда Выставка получит прекрасные экспонаты Ходи Посмотри Красивая еда Да, да Цифры Я вижу цифры Набор цифр Ты думаешь о каких-то важных числах? Очень хорошо Четыре Четыре Январь, февраль Это апрель Апрель, 20 апреля Это день рождения моего деда А как тебе удалось? Не знаю Это какая-то мистика Я просто догадался Он угадывает это по глупым вопросам, которые задает Это фокус Причем очень старый Да Я тебе помогу Подойдите, мисс, я вас застегну Ребята Старик наконец принял решение Мы отправляемся через час Все в порядке, Бурк Спасибо Мне померещалось Или вдруг повеяло каким-то холодком Никаких шуток, Брэд Когда мы окажемся внутри Я рассчитываю на четкий профессионализм Клэр, будь добра Объясни мне смысл слова Четкий Почему тебе не попробуют прочитать мои мысли? Сколько пальцев я показываю? Ау, ау, ау Извини Больно Зачем биться над смешными гипотезами? Если ты переутомишься, я не разрешу тебе пойти вместе с нами Все в порядке, Бурк Мои умственные способности не пострадали Ладно, прости Сейчас я не старшая группа, а просто Бурк Заботливый, влюбленный жених Послушай, Саманта, мы же не фаталисты Что тебя смущает? Прошло 50 лет, прежде чем этот дневник попал ко мне Столько времени Почему эта гробница никого не интересовала? Честно говоря, дневник твоего деда напоминает посмертную записку самоубийца Нет, это не брег сумасшедшего Эти слова написаны ученым Который сфорсифицировал собственный отчет Чтобы помешать найти вход в гробницу, да? Он сказал, что стоял на пороге входа в ад, Бурк Я знаю, я читал его последние строки Я ему верю Он же взорвал себя Я не собираюсь оспаривать факты, Бурк Меня интересует, был ли этот поступок оправдан? Взорвать себя? Тебе этот поступок кажется оправданным? Ты упускаешь главный Бурк Я думаю, нам не стоит туда входить Послушай, Сэм Твой дед погиб Пустыня поглотила его Возможно, она поглотит и всех нас Я пойду одеваться Говорит пульт управления, вы меня слышите? Говорит старшие группы, слышу Хорошо, прием Профессор Маркус Поверить не могу Добрый день, мистер Кортезе Китрая девчонка Решила снова поколоть меня Отвяжись, Брэд Мы идем не на пикник Спасибо, доктор Малруни Как всегда, громко, ясно Шесть часов вечера Включаем запись Мистер Кортезе, поправьте стабилизатор изображения Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Дома эта честь принадлежит Теркел Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, Господи О, Господи Вот он Талос Глупо ждать чего-то особенного от истории Но учебники истории иногда переписывают Не важно Очевидно, они хотели, чтобы этот парень никогда не выжил оттуда Мертвецов хоронились предметами, которыми они больше всего дорожили при жизни Поэтому Талоса погребли в его собственной комнате ужасов Профессор, видите? Да, Саманта, я вижу Это непостижимо Поклонение звездам было в порядке вещей, в особенности Солнцу Но это планеты Меркурий, Венера, Земля, Марс Идеальное расположение Удивительно Что? Мистер Кортезе, что с вами? Приказываю всем уходить Все выбирайтесь, немедленно Брэд, что случилось? Что с тобой, Брэд? Сделай вдох Дыши Бурк, что ты делаешь? Ты что, спятел? Дыши, пожалуйста Пусть это будет подарком к нашей помолвке, хорошо? Это почище кортье Ладно, Бурк, ты добился своего Давай осторожней, спускайся Кранатовый глаз Потрясающий амулет Бурк, он не стоит того Не стоит Бурк! Держись, Бурк! Бурк! Лови Бурк, я поймала его Теперь медленно возвращайся Боже Лондон, спустя семь месяцев Привет 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 Привет, Сэмми Привет, Стюар Сегодня что-то рано Пытаюсь спасти свою субботу Вернее, остатки от нее Нужно уделять премии себе Есть какие-нибудь планы? Я Скажите, пожалуйста Спасибо, Стюарт Я справлюсь сама Привет, котик Ты голодный? В Риме религиозные лидеры многих стран Согласились, что приближающийся парад планет В точности соответствует библейскому предсказанию О приходе с субного дня В свою очередь, ученые в Женере утверждают Что подобное явление Много раз случалось в прошлом И что за исключением высоких приливов И повышенной сейсмической активности Ничто не предвещает наступление конца света Британский музей приглашает вас окунуться в далекое прошлое Экспонаты нашей выставки были недавно обнаружены В потайной гробнице в долине Фараона Эти бинты Это все, что осталось от мумии египетского принца Таласа Леди джентльмены, наш музей закрывается Пожалуйста, пройдите к ближнему выходу Заранее благодарим Простите, сэр Боюсь, что мы уже закрываемся Профессор, извините, я сразу не узнал вас Не стоит извиняться за то, что выполняешь свою работу, Карл А я и не знал, что уже так поздно Время для кого не останавливается Вы не согласны, принц? Сюда, профессор Позвольте, я провожу вас до Южного Крыма Сюда, профессор КАРЛ О, Господи У нас ЧП В зале номер 32 Один человек пострадал, требуется медицинская помощь Я открою ворота Сэмми, пожалуйста, прочитай Прошу, поверь мне Истина Подожди, пока не трогай его Американцы послали своего детектива, чтобы он посмотрел Ладно, мы же не хотим вызвать международный скандал Правильно Теренс Мур Сенат США Надо же, выходной день Знаю, как нелегко вылезать из постели Да Господи Иисусе Чистая работа Оба глаза удалены, но глазные нервы остались нетронуты Но зачем? Что значит зачем? Подобным поступкам нет разумного объяснения Но убийцы-то они зачем-то понадобились А вы кто? Это детектив Райля посольства США Я бы сказал, не шутите с ножом для колки льда Работала умелая рука А глаза были вынуты до того, как ему свернули шеи Надеюсь, что после Мы надеемся А если убийцы любят мучить свои жертвы перед тем, как убить их Жертвы? Извините, не забегаем ли мы вперед? Что у него нашли? Кредитные карточки, ролик Все при нем Его прикончили не из-за денег Это хладнокровное убийство Мне нужны все данные Подождите результаты вскрытия Хорошо Чего вы ждете? Пошли В его бумажнике мы нашли два билета в театр На какое шоу? Кошки А где его жена? Любовница Бесполезно У нее нервный шок Меня не интересует ее состояние Я спросил, где она Да, она в шоке Возможно, он сейчас смотрит на нас Рассчитывая, что мы Оценим его усилия Сегодня мы удовлетворили его эгоизм Надо быть готовым к тому, что у него есть и другой шедевр в работе Талос Древнее проклятие Современная загадка Итак, как его самочувствие? Он мертв Расскажи мне о состоянии его кожи Его кожа? Холодная? Не спрашивай меня Все ответы у него Так что он может сказать о себе? А он говорит Меня убили от 18 до 24 часов назад Итак, сегодня тема наших занятий Мозг Для этого мы сначала должны Что это? О нет Доктор Мауруни Этот человек звонил вам все утро Ты должна позвонить, Брэд Жизнь или смерть? У него были помешательства Я прошу вас Если он снова позвонит Скажите ему, что вы меня перевели Хорошо Комната 63, Морд Сэмми, нам надо поговорить Я звонил на обводу Но мне сказали, что ты болеешь Брэд, где ты? Какая разница? Послушай, Брэд Я хочу помочь тебе Помощь нужна не мне, Сэмми Если ты думаешь, что я спятил Посмотри заголовки газет Подожди Гибель охранника При загадочной краже из музея Представь, через 3000 лет Наш мальчик снова на первых полосах Спасибо Отель Карлтон Боже мой Что такое? Отель Карлтон О, Господи Боже мой Гибель vergитая О, Господи О, Господи О, Господи О, Господи Девушки отдыхают. Протащил сквозь нее Ольгу Грозную, словно салфетку, и потом удалил ей легкие. Сегодня мы можем отдыхать. Хорошо. Какая у тебя версия? Пока ни одной. Рискую получить профессионумию. Могу я все же спросить тебя. Валяй. Когда ты последний раз занимался сексом? Да нет, нет. Нет, нет, что? Не надо задавать мне дурацкий вопрос. Спасибо. Я так и думал. Итак, у нас есть два убитых. У первого исчезли глаза, вторая лишилась легких. Что между ними еще общего? Они иностранцы. Правильно. А о чем это говорит? Что их выбрали, не случайно. Да. Узнай, не было ли угрозной деловых или иных связей с американцами. Позвони в консульство. Проверь, нет ли родственников, с которыми можно поговорить. Давай. А это что? Похоже на марлю. Мне знаком этот запах. Это специи. Корица. Не волнуйся. Я настоящий волшебник на кухне. Блудливый кот. Вот ты кто. Тебе до меня далеко. Передайте мне воды. Спасибо. В чем дело, Брэдли? Похоже, в последние дни ты действительно не в себе. Большое спасибо, а ты выглядишь просто шикарно. Все равно приятно осознавать, что букашка, которая подбиралась к тебе, все еще живая, продолжает брыкаться. Скажи, почему ты мне не перезвонила? Отпусти руку. Почему ты мне не перезвонила? Вызвать охрану? Ты же знаешь, что это ночевоз. Мы нашли его, мы отвечаем. У нас три дня, чтобы найти его. Могу дать тебе совет. Используй эти три дня, чтобы найти себе хорошего психиатра. Пойми, если мы не найдем его, если мы не найдем... Кого его, Брэд? Его давно нет. Талос, это пыль. Словно его никогда и не было. А как же музей? Вспомни музей. А эти три убийства за одну неделю? Ну, конечно, ты ничего не видишь, да? Но я вижу. Я все вижу. И все понимаю. Послушай, позволь мне проводить тебя. Если тебе больше нечего сказать, то я провожатых не нуждаюсь. Четверг. Без пяти одиннадцать вечера. Если мы его не остановим, это будет началом конца света. Черт. Продолжение следует... Ты не хочешь сделать ход? Сперва мне нужно отлить. Продолжение следует... 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 Да, конечно. Вот мы и на месте. Отлично. Ради бога. Почту, мистер Кортезе. Распишитесь за получение посылки. Мистер Кортезе? Мистер Кортезе. Мистер Кортезе. Мистер Кортезе. Гибель охранника при загадочной краже из музея. Волна безумных убийств прокатилась по Лондону. Эдит Бутрос, целитель экстрасенс. Райли. Посмотри на это. Похоже, вы с Кортезе положили глаз на одну и ту же принцессу. Надо послать охрану к ее дому. Сукин сын. Бартон, ты жив? Бартон, отлично. Черт. Детектив. Детектив. Мистер Келл. Это, конечно, не совпадение. Нет, но могло быть. Вот это я нашел в квартире Кортеза. Я уверен, что мне понадобится ваша помощь как эксперта. Пройдемте ко мне в кабинет. А где же хорошие новости? Это обычный бизнес-док. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Моррис. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У одного детектива теперь на голове 25 швов. Результат миру-любивого поведения Кортеза. Мне очень жаль, но от этого он не становится убийцей. Прекрасные слова, принцесса. Не называйте меня так. Если это всё, то я пойду. Потому что я не ела целый день. Последняя дискета. Пожалуйста. Это суть одного мифа. Если верить надписям, то органы Таласа были удалены из тела его последователями. Они верили, что придёт день, когда их принц возвратится и вернёт их себе. Эти органы удаляются в каком-то определённом порядке. Глаза, лёгкие, телезёнка, печень, челюсть. И последнее сердце. Что это означает? Воскрешение? Точнее, трансмутация. Ещё одно загадочное слово. Термин, который использовали алхимики. Он означает восстановление человека в его изначальном состоянии красоты, силы совершенства и физического бессмертия. К чему же стремится Кортеза? К тому же, что и мы. И что теперь будет? Его арестуют. Надеюсь, до того, как он совершит очередное известно. При условии, что он вообще к этому причастен. Ради блага вашего друга, почему вы не хотите сказать мне, что происходит? Потому что вы никогда не поверите мне. Не хватит... Трёх тысяч лет? Послушайте. Я тоже весь день был на ногах. Но я знаю один прекрасный ирландский пап. Полицейский по имени Райли знает прекрасный ирландский пап. Вы меня удивляете. Я теряю время, мистер Гл. Зовите меня просто Сэмми. Эдит Бутрос, целитель Экстрасенс, третий этаж. Брэдли, тебе не кажется, что уже поздновато? Да, церковь сегодня вечером закрыта. Черт. Я видела твоё фото в новостях. Тебя разыскивает полиция. Не вздумай сообщить обо мне. Даже и не думай об этом. Я тебе вот что скажу. Над нами давляет плохая карма. Очень, очень плохая карма. Сделай глубокий вдох. Всё нормально. Успокойся. Ты должен выслушать меня, Брэдли. Ты же знаешь, я делаю тебе только добро. Ну, что? Единственный способ избавиться от своих страхов, это победить их. Теперь подойди сюда. Сядь. Давай. Садись. Вот так. Хорошо. Теперь сделай глубокий вдох через нос, а выдох ртом. Закрой глаза. Хорошо. Расслабься. Расслабься. Вот так. Теперь ищи свет. Надо увидеть внутренний свет. Что ты делаешь? Ты считаешь меня идиотом? Это прямой путь к моему свету? Брэдли. Брэдли. Ты должен взять себя в руки. Не могу. Все они хотят посадить меня под замок. Это единственное, что им надо. Я единственный спаситель мира. Тогда ты вдвойне обязан сообщить полиции о том, что ты видел. Дорогая. Милая Эдит. Ты единственный, кто у меня остался. Больше у меня никого нет. У тебя есть я. Ты же не хочешь потерять меня. Правда? Я пойду с тобой. Черт из два. Положи телефон. Положи телефон. Немедленно. Знаешь, я чувствую такое количество отрицательной энергии. Тебе нужна помощь, Брэдли. Не морочь голову, Шарлок Холмс. Скажи, Эдит. Ты ведь не осудишь меня? Ты меня не осуждаешь? Нет, осуждаю. Нет, черт возьми, нет. Убери пистолет. Хорошо. Тебе это нравится? Я не могу так работать с тобой. Я нажму на курок. Остановись, Брэдли. Прекрати. Убери пистолет. Хорошо. Хорошо. Говори, что тебе нужно. Астральное перемещение. Я хочу его глазами увидеть следующую жертву. Стыдно признаться, но я почти не горевала из-за смерти Бург. Это инстинкт самосохранения. Нет. Все мои мысли были поглощены саркофагом. И этими лоскутами. В них что-то присутствовало. Несколько недель никто не мог приблизиться к саркофагу. Даже мухи. Они замертво падали на песок возле него. В нашем нагере всех вдруг обезумели. Никто больше не мог владеть собой. Он действовал на всех. И на каждого по-своему. В нем было зло, которое чувствовалось. Тебе хватит пить. Я была не единственной, кто это почувствовал. Там была темная сила. И она была зримой. Можно мне догнать тебя? Почему мне кажется, будто я сейчас услышу что-то обидное? Дело не в этом. Непонятно, как такая умная женщина допускает возможность существования древнего проклятия. В мире так много вещей, которые наука не может объяснить. Например, чему наука не может дать объяснение? Например, самой себе. Можно мне поделиться мудростью, сказанной моей тетушкой Би? А у меня есть выбор? Вообще-то нет. Тетушка Би была медиумом. Ну вот, подтверждение моих слов. Она занималась гаданием по чайной гуще и делала очень точные предсказания. Продвижение по службе, рождение, путешествие. Однажды, с точностью до дня предсказала катастрофу. Когда я был подростком, тетя тебе исполнилось 90. Однажды я решил задать ей вопрос. Нам детям не разрешали ее спрашивать, но я... Ты не терпел. И я спросил. Тетя Би, когда ты смотришь на эти чайники, что же ты на самом деле видишь? И она посмотрела на меня с загадочным выражением лица. Я никогда не забуду слово, которое она тогда произнесла. Что же она сказала? Липтон. Так что чудес на свете нет. Сердце так бешено колотится. Потому что оно не твое. Оно принадлежит другому. Оно сейчас просто выпрыгнет наружу. Контролируй свой пульс. Помни, ты видишь не своим зрением. Поезд прибывает на платформу номер три. Давай, я готов, Эдит. Освободись. Открой глаза. Где ты, Брэдли? Что ты видишь? Я в Лондоне. Спускаюсь по какой-то лестнице. Холодно. Я иду на руках. Я знаю, что это за станция. Я знаю, где он Эдит. Брэдли, подожди. Убирайся с дороги. Бедная девочка. Убирайтесь. Куда ты, Куни? Что ты почуяла? Ладно, пообедай. Что там? Что ты нашла? Что происходит? Куиня! Что с тобой? Прочь с дороги. Куиня! Ко мне! Куиня! Куиня! Что они сделали с моей собакой? Убийца. Ты идиот! Неужели ты не понял, где моя собака? Что с моей собакой? Отпусти меня. Тебя действительно не нужно провожать. Все в порядке. Брэд здесь не появится. А ты боишься не Брэда. Давай произнеси его имя. Талос. Ты не будешь шокирован, если узнаешь, что я разделяю твои опасения? Ты слышал об убийце по фамилии Беркович, который все свалил на голоса, звучавшие в него говорят? У него была собака, да? Да, он сказал, что собака приказывала ему, чтобы он выходил на улицу и убивал людей. Наверное, он был психопатом. Да. Если твоя собака говорит тебе, чтобы ты делал что-то недозволенное, не слушай ее. Если она настаивает, прекрати ее кормить. И тогда она отстанет. Думаю, Брэд тоже слышит голос. Я тебе скажу одно. Несомненно, у него опасная навязчивая идея, связанная с прошлым потрясением. Может быть. Но вдруг в этот раз голоса, которые кто-то слышит, существуют наяву. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Вызываю Райли. На связи Бартон. Прием. Соединяйтесь с ним. Что стряслось? Тебе рассказать о человеке, выпотрошенном на автостоянке. Я догадался. Свидетель засек там снежного человека. Уже теплее. Можешь радоваться, убитый был местным. Правда? Ты уверен? Он был лондонцем, а вот его печень нет. Продолжай, Бартон. Морису Прассу была пересажена донорская печень, а печень он получил из Южной Кореи. Боже мой. Ты готов к десерту? Давай. Какой-то маньяк только что убил собаку, поводыря на Олдстрит. Проблема в том, что он выдрал у собаки челюсть. Продолжай, Бартон. Вот мерзавцы. Продолжай, Бартон. Странно. Продолжай, Бартон. Продолж, Бартон. Нет, я не слышу. Никого нет дома. Здравствуйте? Наконец-то. Брэд, я не могу сейчас говорить. Не вешай трубку. Я сойду с ума, если ты бросишь трубку. Брэд, я ухожу. У меня встреча. С полицейским? Ты же только что встречалась с ним. Где ты? У тебя испуганы голосами. Но я тебя не виню. Это естественно. Брэд, что ты здесь делаешь? Что случилось? На тебя кровь? Это не моя. Тогда чья? Того, кто охотится за тобой. О чем ты говоришь? Ему нужно то, что принадлежит тебе, Сэмми. Но мы этого не допустим. Помоги мне. Защити меня. Ты же понимаешь. Конечно, понимаю. Я же была там. Помнишь? Да? Встань на колени, Сэмми. На колени. Что ты делаешь? Я не хочу, чтобы ты боялся. Я пройду с тобой до самого конца. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Не беспокойся. Я сразу последую за тобой. Брэд, остановись. Брэд. Я буду рядом с тобой. Перестань. Что ты делаешь? Прости меня. Брэд, не надо. Брэд. Прости. Ты не пострадала, принцесса? Назовите ваше имя для протокола, мистер Кортеза. Вы его уже произнесли, вместо меня, Брэдли Кортеза. Для протокола также сообщаю, что мистер Кортеза отказался от своего права говорить в присутствии адвоката. Мне нужен не адвокат, а могильщик. Потому что вы разговариваете с покойником. С вами, говорит, мертвец. Почему вы так считаете? Потому что я знаю правду. Правда в его время карала смертью. А принц не славился снисходительностью. И я немного запутался. Может, вы поможете мне до конца разобраться? Конечно, если вы готовы внимательно выслушать. Готов, Брэдли. Я выслушаю все, что вы скажете. Это справедливо, да? Почему вы хотели причинить вред мисс Теркел? Это совсем не то, что вы думаете. Как же вас, легавых, заставить понять? Я не хотел ее обидеть. Она как член семьи, как родная сестра. Они? Тоже были вашими братьями и сестрами? Нет. Посмотрите хорошенько. Чем он вам не угодил? Дело не в нем, а в том, что было внутри него. Его печень. Правильно, меня раздражало его печень. И его глаза, легкие. А что было у этого? У него пропал мозг. И если ты вырежешь все эти органы, которые тебя бесят, ты успокоишь свой гнев? Нет. Успокоясь, если ты заткнешь свой рот, детка. Ах ты, подолг! Пойди погуляй. До встречи. А ваш напарник сегодня какой-то нервный. Естественно. Он уверен, что мы вас взяли. Нет, убийца, не я офицер. Это кто-то другой. Тогда докажите, что он не прав. Кто он? Скажу, если угостите сигаретой. Видите ли, они вовсе не были жертвами. Неужели? Да, именно так. А ваша загадка, офицер, началась 3000 лет назад. А ваш подозреваемый, греческий еретик, изгнанный с родины за колдовство. Его имя было и остается Талос. Пять лет спустя человек по имени Талос появился в Египте. Он был культурным, обаятельным, он говорил на разных языках, знал математику, черную магию. Он так очаровал фараона Аминхотепа, что вскоре стал членом внутренней касты и королевской семьи. Там он познакомился с красавицей, дочерью фараона Нефриямой. Мы языческой церемонии, они стали мужем и женой. Нефрияма обогатворила своего принца тьмы. Тех, кто выступал против его учения, настигали болезни или еще более страшное безумие. Шло время, и его сатанинское учение начало распространяться за пределы границ Египта. Сторонники фараона уговорили Аминхотепа положить конец ужасному влиянию этого дьяволевского чужеземца. Заговорщики решили убить его. Но фараон вновь сделал ошибку. Чтобы спасти жизнь единственной дочери, он сообщил Нефрияме о своем замысле. А она сообщила об этом принцу. Талос понимал, что его последователи не смогут победить фараона в открытом бою. Если ему суждено умереть, он решил это сделать по-своему. Отряды фараона ворвались во дворец. Но принц тьмы был готов к плану. С помощью своих последователей он ускользнул незамеченным и исчез на долгие столетия. Но для фараона это было только началом ужаса. Глубоко в потайной гробнице он нашел слуг поедавших внутренности принца Талоса. Родная дочь фараона ела его сердце. Фараон тут же приказал предать смерть его последователей и собственноручно заколол Нефрияму. А Талос? Талос. И его тело так и не нашли. Только марлю для бальзамирования. На стенах гробницы было написано, что его душа Ка ждет в Чистилище дня своего возрождения, которое произойдет в этот четверг. Без пяти-одиннадцать, когда планета выстроится в обнуление. И зверь возродится в образе человека. Значит, эти четыре жертвы были перевоплощениями его последователей. Все они приехали в Лондон в течение одной недели. Нет, офисер Ралли, жертв было пять, вы забыли про собаку. Кто сказал, что он вернется в том же самом обличье? Вы до сих пор не поняли? Это же не совпадение. Эти события были не просто предрешены, они были высечены в камне за тысячелетия до того его рождения. Я видел лицо Неврияма в той гробнице. Я знаю лицо Сэмми. Она завершает цикл. Ее дед был последним звеном в этой цепи, замкнувшийся в тот момент, когда гробница была открыта. Одинокий герой. Я, человек, которого все считают безумцем, должен принести страшную жертву. Жаль, Кортеза, но у вас ничего не выйдет. Я тоже ее люблю. Она не виновата в преступлениях своих предков, но ей придется заплатить за их грехи. Убей ее. Ты спятил? Все равно она умрет, Райли. Ее сердце кто-то должен уничтожить сердце. Нужно уничтожить сердце, прежде чем он завладеет им. Посмотри. Видишь? Теперь ты веришь? Поверь мне. Поверь. Это он? Да. Как ты? Отлично. Поезжай домой. Сними трубку и поспи день-ка три. Сначала мне надо заехать к Сэмме. Тогда поспи три дня вместе с ней. Сколько раз я просил Бартон, почему у тебя на уме одни пошлости? Инспектор? Что делать с картой? Он остается здесь до утра. А где мне его держать? Я бы предложила оставить его в пятой камере. Брэд. Ты останешься до утра. Не будет фокусов, приятно проведешь время. Я всегда хорошо провожу время. Зависит от тебя. Черт, началось. Я же предупреждал без фокусов. Беги отсюда. О, Боже. Прости меня. Господи. Ну, как он там? Он сам закрылся от всех в палате для буйно-помешанных. Ему повезло больше, чем его жертвам. Да. Передаю из рук в руки, как обещал. Что бы там ни было, эта гробница принесла горю очень многим людям. Если это для тебя важно, думаю, что твой дед с самого начала был прав. Спасибо. Я рада это слышать от тебя. береги себя, детектив. Ты тоже, принцесса. и я не могу нам ни... не ни... 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 если ни... 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 Мы прерываем нашу программу для экстренного сообщения из полицейского управления, откуда только что медики забрали два трупа. Один из убитых был подозреваемым в совершении серии убийств, начавшихся в Лондоне неделю назад. Другим оказался офицер полиции, который ввел это расследование. Господи. Никуда не выходи, пока я не позвоню. Я пришлю сюда круглосуточную охрану. Я поеду вместе с тобой. Сами прошу, у меня нет времени спорить. Хорошо, но при одном условии. Обещай, что все время будешь носить этот амулет. Ты шутишь? Ты видел, что там произошло? Это не шутка. Тебе смешно, да? Даю слово. Я вернусь за тобой. Мгновенная смерть. Видите эту гематому? Обширная травма шеи с переломом позвоночников. Едва ли он мучился. Вот так-то. Чай. Слово на L. Веревка с петлей, пять букв. Лассо. Я могу принести чай. Хотите липтон? Не откажусь. С медом или с лимоном? С лимоном. Спасибо. Липтон. Хорошо. Спасибо. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Кто? Что случилось? Пусть идет к себе. Я прошу вас, там кто-то есть. Это Сэмми из 28-го, не есть я. Я ничего не хочу знать. Продолжение следует... 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 Я восстал против воли Амун-Рау, никогда прежде. Глаза человека не любовались подобным совершенством. Дань на колени возле ног Талоса. Нефрияма не встанет на колени по приказу язычника. Это здесь. Отойдите. Пошли. Смотрите по ноге. Осталось всего 10 минут. Как ваша нога? Нормально. Хорошо. Пойдемте. Профессор Маркус, как вы? Все в порядке. Сюда, сюда. Быстрее. Осторожно. Идите вплотную к стене. Черт, она может быть где угодно. Может быть разделимся? Так мы проверим большую территорию. Да-да, хорошая мысль. Мы пойдем сюда. Осторожнее. Будьте осторожны. Теперь сюда, наверное. Утечка газа. Спасибо. Давайте. Черт. Все нормально. У меня есть зажигалка. Хорошо. Прогоните их. Прогоните. Талас. Добрый вечер, профессор Маркус. Вы знаете мое имя? Так же, как и ваши мысли. Мы столько времени провели вместе в музее, когда вы смотрели на мой сардафак, мечтая о том, что когда-нибудь вам удастся поговорить с божеством. Да. И вот. Одно из ваших самых сокровенных желаний осуществилось. Да. Да. Нет. Сопротивляйтесь ему, профессор. Он пытается овладеть вашим разумом. Не слушайте его. Исчезни. Или почувствуешь клинок его света. Великий Амун-Ра приказывает тебе. Исчезни. Изыди. 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 Исчезни. Изыди. Мы победили, профессор. Мы победили. Тише. Тише. Тише, Бутрос. Не шуми. Стань на колени и поклонись ему. О, Боже. Что я наделал? Господи. Талос! Талос! Свет. Осталось шесть минут. Хорошо. О, Боже. Послушайте, я не могу ждать. У нас нет времени. Я знаю. Ничего, оставьте мне это. А теперь идите. Давайте, давайте. Найдите доктора. Сэмми. 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 Доставить доктору Клэр Малруне. Девушки отдыхают. Здесь никого нет. Вы были правы. Фантастическая защитная сила. Осталось. Он завладел Иване. Что он вам пообещал? Жалкое ничтожество. Да кто вы такой, чтобы произносить его имя? Он создал историю, которой ты учишь. О чем вы? Где Мистраиле? Там, где ему и положено быть. Самый нужный момент. О, мой принц. Райли. Райли. Сэмми. Сэмми! Сэмми! Райли! Сэмми. Это все правда. Я знаю. Отойди от нее. Ну вот пришло твое время, принцесса. Не дай ему победить, Райли. Не дай ему победить. Стреляй! Стреляй же! Прости меня. Ты никогда не получишь свою принцессу. Так вот же она, моя принцесса. Женщина сослужила благородную службу. Ее кровавый след привел тебя ко мне. А ведь вы были так непостоянно, ваше высочество. Так, как признав своей любви. Целых три тысячелетия ждал тебя. Любовался. И следил за всеми твоими перевоплощениями. Неприяма все еще жива к тебе. Помнишь? Помнишь ваше высочество? Нет! Нет! Твоё сердце будет биться в безопасности в моей груди, любовь моя. До самого дня, пока мне не прихажут вернуть его назад. Это радостный миг, ваше высочество. Так же я завидую вам. Субтитры создавал DimaTorzok Я принесла вам в жертву свою жизнь. Кукси принесла с собой ретрактор. Что это? Ретрактор. Его используют при вскрытии, чтобы отделить серебра. Это же ее специализация. А эти части тел? Трупы из морда. Она имела туда доступ. Все, что вам надо, это понять, как и зачем. В подобных преступлениях мотивов быть не может. Но они же существовали для убийцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok